Привет, друг! В сегодняшнем выпуске я расскажу вам о хищнике, у которого глаза размером с мозг. Это небольшие зверьки, которые обитают в тропических лесах и похожи на обезьян. Они внесены в Красную книгу из-за того, что их среда обитания регулярно разрушается. Долгопяты являются родом приматов, которые подразделяются минимум на три вида. Раньше их относили под отряду полуобезьян, которые сейчас считаются устаревшим. В настоящее время их считают одним из семейства сухоносых. Долгопяты живут в Юго-Восточной Азии, прежде всего на островах Суматра, Борнео, Сулавеси и на Филиппинах и многих прилегающих островах. Долгопят маленький зверек, а точнее обезьяна, относящаяся к роду приматов. Судя по его достаточно необычному внешнему виду, можно сказать, что он совершенно не похож на своих сородочей. Это и вправду удивительное создание. Обладая крошечными размерами, рост не более 16 сантиметров и весом практически не превышающим 160 грамм. Долгопят является обладателем очень длинных лап и хвоста в 30 сантиметров. Голова способна поворачиваться на 360 градусов. Но и это еще не все. Глаза – это то, что делает образ этого зверька более необычным. Они обладают не только большими размерами, но и ярко светятся в темноте. У долгопятов очень хорошо развит слух. Это, кроме того, единственный среди всех приматов вид, который общается с помощью ультразвука. Большую часть времени долгопяты проводят на деревьях, поэтому и выбирают для жизни густые леса. Днем они прячутся, так как очень пугливы, но в ночное время ведут активную жизнь. Долгопяты предпочитают жить в одиночку, защищая свою территорию. Умеют высоко прыгать и именно этой способностью ошеломляют свою добычу. В отличие от своих родственников, которые питаются исключительно растительной пищей, эти животные питаются исключительно насекомыми или мелкими беспозвоночными, а растения полностью отвергают. Считается, что они единственные приматы, в рацион которых входит только животная пища. Самгу и самца можно встретить только в декабре или январе в полнолуние. Тогда у них начинается брачный период. Период беременности у долгопятов довольно длинный – около 6 месяцев. Детеныш появляется на свет уже в хорошо развитом состоянии. Сначала он прицепляется к животу матери, или же она переносит его, взяв зубами за шкирку. Через 7 недель он переходит от молока к мясной пище. Половую зрелость молодые долгопяты достигают в возрасте года. Средняя продолжительность жизни – 10 лет. Главная угроза для популяции долгопята состоит в разрушении его жизненной среды. Также на животное ведут охоту с целью получения мяса. Приручение долгопятов, как правило, не удается и заканчивается гибелью животного. Долгопят не может привыкнуть к неволе, пытается убежать и часто разбивает себе голову о клетку. В прошлом долгопяты играли большую роль в мифологии и суеверии народов Индонезии. Индонезийцы думали, что головы долгопятов не прикреплены к телу, так как могут вращаться почти на 360 градусов. И боялись сталкиваться с ними, так как верили, что с людьми в этом случае может приключиться та же судьба. Филиппинцы считали долгопятов домашними животными лесных духов. Существует также весьма любопытная гипотеза, выдвинутая в 1916 году профессором Фредериком Вудом Джонсоном. Согласно этой гипотезе, человек произошел от древних долгопятов, а не от человекообразных обезьян, как до сих пор было принято считать. Вот основные положения гипотезы. При перемещении по горизонтальной поверхности долгопяты вертикально держат тело. Это могло стать основой прямохождения человека. Пропорции тела человека и долгопята схожи. У них руки короче ног. Тогда как у человекообразных обезьян все наоборот. Направление роста волос долгопята и человека также схожи. Чего нельзя сказать о человекообразных обезьянах. Лицевой отдел черепа укорочен. Строение ключиц и некоторых мышц очень схожи у долгопята и человека. Так что долгопяты вполне может быть нашим предком. А как вы думаете, какая версия происхождения человека более правдивая? Напишите об этом в комментариях. И не забудьте подписаться на канал и жмякнуть большой палец вверх. Берегите природу и всем пока!